Дорогая доченька, совсем скоро ты станешь взрослой и для того, чтобы преуспеть в жизни запомни, что тебе нужно быть сильной, умной и самостоятельной. Бред полный, надо быть красивой, покладистой и во всем слушать своего мужчину. Ужасные вещи вы говорите. Это ты чему ребенка учишь? Ты вообще кто ей? Я отец, я папа и я хочу, чтобы она выросла достойным человеком, доченька. А я ее будущий папик и хочу, чтобы она выросла человеком, в которого не стыдно инвестировать время и деньги. А у вас много денег? Очень много! Дорогая доченька, если хочешь преуспеть в жизни, то нужно быть красивой, гибкой и, конечно же, покладистой. Нужно во всем слушаться своего мужчину. Вот, слушай папу. Да. Приветствуем вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы вам будем рассказывать про какую-то дичь. Про игру, которая, естественно, достойна вашего внимания, иначе бы мы на нее внимания не обратили. Но, тем не менее, по первым кадрам будет понятно, что эта игра далеко не для всех. Потому что здесь, по сути, симулятор свидания с дочерью. Да, мы отыгрываем роль отца в фэнтезийном королевстве, который воспитывает свою доченьку с пятилетнего возраста и потихоньку проходим этапы ее взросления. Мы за ней ухаживаем, водим ее на прогулки, играемся с ней, воспитываем, выговариваем там, если что, или даем какие-то мудрые советы. И все это влияет на ее характер. И вот постепенно она взрослеет и становится или достойным членом общества, или не очень достойным, потому что в этой игре внезапно есть ролевая составляющая. Характер нашей девочки может измениться, и в итоге мы получим одну из негативных концовок. Дима Кривов эту игру прошел от начала до конца. Причем он ее прошел один раз, а потом сказал, о, в этой игре что-то есть, надо попробовать еще разок, а вдруг там есть инцест. Но, к сожалению, это китайская игра, поэтому все очень целомудренно. Вы просто возюкаетесь в этом фэнтезийном королевстве в формате симулятора свиданий с своей дочерью и наслаждаетесь атмосферой. Да, друзья, видите, какие мы игры начали обозревать? Это не какая-нибудь там запоздалая первоапрельская шутка. На самом деле, Виталик по приколу сказал мне сделать обзор, и я по приколу сделаю этот обзор. Но на самом деле, обзор, скорее всего, будет без приколов. Мы по-серьезному будем обозревать такой серьезный проект. Для людей, знакомых с таким жанром, таком типа игр, я могу сказать, что это жемчужина вообще всех игр социальных симуляторов. И разработчик, который выпустил игру в Steam, китайский разработчик Эко Хэтчер, получил 96% положительных отзывов. Так что игра, я думаю, что достойна внимания некоторых людей. Внешне она напоминает визуальную новеллу или какую-нибудь японскую ролевую игру, но на самом деле все намного серьезнее. Это социальный симулятор воспитания ребенка с ролевыми элементами. Или, если сказать проще, это проект о разумном распределении ресурсов. И это не какая-то там мобильная игра с платным увеличением количества ходов. Это повествовательный, одиночный проект с большим количеством текста. И текст в основном на английском. Ну вот, Дима, ты ж отец. Да. У тебя двое детей. Да. Вот совпадает как-то опыт отцовства в реальности с тем, как ты воспитываешь доченьку виртуальности? Ты знаешь, ну не сказал бы, что да, но мне кажется, может быть, вызовет чей-то смех это сейчас. Мне кажется, что можно как-то по-другому взглянуть со стороны на себя после прохождения этой игры. Или посмотреть на свое отношение к ребенку после прохождения. Потому что ты видишь, что время, оно в принципе не бесконечное. То есть в игре тебе это наглядно показывают. У тебя есть ограниченный период времени, когда ты должен из маленькой девочки, очаровательного ангелочка, сделать полноценного члена общества. То есть, так сказать, сильную и независимую женщину. Со своими принципами, характером, какой-то вменяемой профессией. В жизни это сделать непросто, в игре попроще. Собственно говоря, об этом и игра. Проект вообще вдохновлен такой серией игр, которые выходили с начала 90-х. Они назывались Princess Maker. И Princess Maker, первая игра, выходила в 91-м году. И у нее, что характерно, в этих играх огромное количество концовок. Вот в первой Princess Maker было 74 концовки. Ничего себе. Да. Игры эти выходили на консолях, они выходили на ПК. Мы в игре, мы вообще исполняем роль вдовца, отца-одиночки. Да, наша жена умерла, и после нее осталась очаровательная вот эта дочка, которую по умолчанию зовут Роза. Мы живем в стране вулканов, и эта страна постоянно подвергается нападению демонов. И мы должны будем вырастить будущего монарха. Да, наша девочка станет править вот этим вот королевством большим. Все наши решения влияют не только на судьбу девочки, но также на судьбу вот этой вот империи. Сначала мы выбираем тип отца. То ли мы будем человеком, который будет заботиться о своей дочери, то ли мы будем человеком, который будет делать жизнь ее безопасней или заставлять гордиться собой. То есть показывать свой пример. Да, игровой процесс начинается с того момента, когда девочке исполняется 5 лет. Это такой ангелочек, и весь игровой процесс делится на ходы, которые длятся месяцы. Но в году здесь не 12 месяцев, а 6. В этом возрасте она неразлучно следует за папой. Чем характерны дети в 5 лет? Они задают много вопросов, они много болтают, они начинают понимать, что они уже как бы отдельная личность от мамы и папы. Они понимают, какие-то первые понятия появляются о жизни и смерти. И здесь вот как раз таки ребенок в начале своей жизни столкнулся с тем, что у него умерла мама. И фактически мы должны будем заменять маму в своем лице, в лице отца. Цель игры это постоянное повышение характеристик. У нее есть базовые характеристики, которые надо улучшать. И улучшаться все будет в зависимости от наших решений. На курсы китайского языка, на курсы фортепиано обязательно должна выучить балет или как там? Ну, примерно так, как ты говоришь. То есть мы должны будем выбрать, наверное, сначала какое-то направление. Потому что у меня направления в начале игры не было. Я хотел развивать. Я хочу харизму развивать. Потом нет, я хочу, чтобы она сильной была. И вот это вот ты разделяешь на несколько направлений. И в результате у тебя получается такая концовка, как получилось у меня. По сути ни рыба, ни мясо. Поэтому тем, кто проходит первый раз... А что за концовка? Там же тоже много концовок. Ну, она стала мечником, но ничего такого как бы не совершил. То есть никаких свершений. Средний такой мечник, так сказать, рядовой воин. Каким-то прям супер монархом она там не стала. Ну, это была моя концовка. Поэтому я сделаю небольшой совет. Возможно, профессионалы меня поправят в этой игре. Но желательно уделять внимание чему-то одному. То ли вы хотите делать ее сильной, развивать силу, прокачивать силу, выносливость. Тогда она станет мощным воином. Если вы будете развивать харизму, тогда она будет светской львицей. Будет очаровывать людей, влиять на мнение людей. Или вы хотите делать мудрого ученого, тогда надо развивать интеллект. Также на продуктивность развития девочки влияет настроение. У нас есть сверху шкала настроения. Она состоит из 100 пунктов. То есть желательно, чтобы не ниже 50 опускалось настроение. У меня при первом прохождении настроение практически всегда было по максимуму. Потому что я играл в кайф, в свое удовольствие. Но интересно, что при втором прохождении, когда я уже начал делать упор на силу, настроение девочки начало ухудшаться. В принципе, так происходит и по жизни. Когда ты ребенка заставляешь что-то постоянно делать, у ребенка начинает портиться настроение. Он не выгуленный, он не набесившийся. Поэтому учиться он не хочет. А ты заставь, ремня по жопе. Ну, к сожалению, таких механик нету. Но было бы, может быть, неплохо. Китайцы тоже неправильно детей воспитывают. Видишь, как бы не совсем... Мягкотелые. Да, надо было как-то вот более такую вот... Нету русского языка, русские переводчики ничего не подсказали. Помогите. У нас немножко, блин... Может, сделали бы соответствующие строчки, чтобы можно было вот дать ей ремня. Например, раз. У нее настроение ухудшилось. Ну, например, тяга к учебе появилась. По-моему. С самого начала девочке пять лет. И вот этот вводный год, состоящий из шести ходов, мы будем знакомиться с механиками. То есть, она будет с папой ходить там в какой-нибудь ресторанчик. Он ее будет знакомить. Там вот в углу сидит какая-то тетя. Тетя. Она будет рассказывать ей сказочки. Ну, нет. Она такая ближе, наверное, к бабушке. Ну, вдовцам разные тоже нравятся женщины. Но она очень интересно рассказывает сказочки. Она рассказывает сказочку. У девочки поднимается интеллект. Можно потом сходить куда-то на озеро, например. Там поплавать на лодочке. Поплаваем на лодочке. У нее поднимется сила. Да. Там смотрим, здесь какой-то типа огородик-садик. Мы туда семечко положим, польем. Приходим через несколько дней. И из семечки вырос урожай. После этого вводного года, когда мы хотя бы какое-то понятие об игре получили, девочке исполняется 12 лет. То есть, пропуск в 6 лет. Проблемный подросток. Да. Начинается все вот с того, что это уже у нас подросток. Такая подрастающая, симпатичная девчонка, которая хочет уже от жизни не просто ходить там с родителями. Уже с кем-то хочется общаться. И естественно, в таком возрасте родители хотят, чтобы дети учились. Но дети с ними не всегда согласны. Ну, то есть, мы должны, как отец, направлять ее в учебе. То есть, говорить о том, что ты должна учиться, чтобы стать полноценным монархом. Ну, получаться у нас это будет не всегда. Все время хочется на что-то отвлечься тебе, как игроку. Мы выбираем школьную фракцию. Мы выбираем какие-то курсы, которые будет посещать наша девушка. Жаль, у нас в этом ролике нет рекламы каких-нибудь курсов. Да, здесь могла быть ваша реклама с какими-нибудь курсами. То есть, если мы хотим делать ее сильней, она должна будет посещать курсы обращения с мечом и луком. Если хотим сделать их харизматичней, ходи, пожалуйста, на танцы, ходи на музыку. Умней, учи математику, учи литературу. Все характеристики важны в игре. То есть, они нам помогают в основном в мини-играх, но также пригодятся при зарабатывании золота, валюты и в соревнованиях. Какие в игре есть мини-игры и активности? Немножко расскажу. Например, можно, если вы качаете силу, можно ходить в поход на монстров. Да, там будут такие пошаговые сражения. В этих сражениях мы можем звать других персонажей, когда мы с ними подружились. Да, и будет несколько локаций, мы ходим по ним. И, например, с помощью меча или лука начинаем уничтожать монстров. Все зависит от наших характеристик, то есть, насколько успешными будут эти походы. Из них мы выносим лут, получаем уровни, становимся сильней и потом посещаем более-таки серьезные полянки. Потом есть простая мини-игра с ловлей рыбы. Но это надо просто прощелкивать по экрану, ничего там такого сложного нет. Есть мини-игра со скачками на лошадь. То есть, сначала мы в дикой природе находим себе коника, потом его начинаем дрессировать, тренировать и выводим на скачки. Тоже будет повышаться наша сила. Есть храм. Вот мы при посещении храма там находим такого священника. Священник нам за очки славы. Если у нас там есть очки славы, мы можем их получать. Он нас будет учить дополнительным каким-то активностям, будут повышаться характеристики. Потом есть игра в кости. Но это больше азартная игра, но там можно добывать какие-то кубики, которые будут увеличивать шанс на выигрыш. Также есть театральные представления. То есть, если у девочки прокачана хорошо харизма, она может очаровывать публику своими выступлениями. То есть, она выходит на подиум, мы выбираем ей фразы. Сразу показывается реакция зрительной, насколько они довольны ее выступлением. Потом можно готовить пищу. Вот из того огородика, где мы сажаем различные семечки, мы выращиваем что-то. Или цветы, или, например, какую-то еду, пшеницу. Мы можем готовить какие-то блюда. Занятостей в игре много. Но на все эти занятости будут тратиться драгоценный ресурс. Это наши активные очки. То есть, роза в определенный день может сделать определенное количество действий. В начале дня у нас таких очков 10. Ну, например, чтобы сходить в поход на монстров, нам надо 7 активных очков потратить. То есть, соответственно, она сходила. Второй раз она уже не сходит. Но активные очки можно получать тем, что ты поспишь или покушаешь где-то. Наша задача, как отца, с утра, ну, часто нам дают такое задание, пообщаться с дочерью. То есть, ей надо давать какие-то советы. Повинность. Ну, да. Не все дочери хотят общаться с отцами. Будь хорошей, чисти зубы. Ну, и не все отцы хотят общаться с дочерью, скажем честно, да. Мы даем им какие-то советы. Мы ее можем отругать. Ну, отлупить нельзя, мы уже сказали, да. Но отругать можно. Можем поговорить о том, что мы ее очень любим. То есть, можем быть заботливым отцом. Можем быть строгим отцом. Можем показывать свою любовь. В общем, такие действия будут обязательными. Наша девочка со временем начинает коммуницировать с местными жителями. То есть, есть сверстники, есть кто-то постарше. Различные продавцы. И начинает с ними развивать отношения. Чем чаще мы будем подходить к определенным жителям, тем лучше у нас будут отношения. Сначала она просто с ними заговаривает, разговаривает. Потом она чему-то у них учится. Просит какого-то совета. Вот эти советы тоже будут поднимать характеристики. Потом она может дарить им подарки. Есть система влюбленности. То есть, если мы часто к человеку оказываем внимание, он начинает нас влюбляться. Ну, наверное, и мы в него начинаем влюбляться. Можно заводить отношения. Можно заводить любовные романы. Вплоть до того, что выходить замуж, наверное. Или, я не знаю как. Потому что можно любовь свою показывать и мальчикам, и девочкам. То есть, пожалуйста. Ну, здесь не будем пропагандировать. Но, тем не менее, такая возможность в игре есть. То есть, можно выйти замуж за мальчика и, наверное, жениться на девочке. Как-то так. Китайцы, что вы творите? Вот такие ценности в этой игре. Для того, чтобы такие отношения развивались, нужно терпение. Потому что каждый персонаж, это такая маленькая вселенная. У него есть свои мысли. Он дарит нам подарки. Мы дарим ему подарки. Оказываем друг другу внимание. Он высказывает какие-то свои интересные, возможно, необычные мысли. У каждого персонажа есть какие-то любимые вещи. То есть, мы дарим подарок. Если эта вещь ему очень понравилась, он показывает к тебе еще большую заинтересованность. Можно, например, нарисовать картину, на которой изображен какой-нибудь конкретный персонаж. Подарить ему эту картину, он сразу к тебе, да, уважение к тебе сильно поднимается. В игре есть валюта с золотом. Золото добывается походами на монстров. Или, например, можно при развитии определенных характеристик, ну, заниматься какой-то работой. Например, при высокой харизме можно делать, например, кому-то массаж. Там есть, ты идешь работать в массажный салон. Нет, никаких пошлостей. Все очень, очень так. Это в других играх. Мы уже об этом говорили. Знаю я эти массажные салоны. Ну, может, будет какой-то мод на массажный салон, да? Пока его нет. Потом можно продавать урожай. Вот этот лут, который мы берем из похода. Раз в год проводятся фестивали. Например, фестиваль вулканов и фестиваль птиц. Во время этих фестивалей можно участвовать в соревнованиях. Например, будут сражения на мечах. Если сильно прокачана сила, можно попробовать победить. У меня не получалось. Если у кого-то сильно прокачана харизма, можно попробовать поучаствовать в танцевальном соревновании. Тоже выиграть или проиграть. Не получалось. Ну, тоже, потому что я и то, и то качал, да. Есть там, например, такой конкурс математический. То есть, есть примеры, они на уровне первого-второго класса, но их надо просто быстро решать. И чем больше примеров решишь, тем больше будет твоя награда. Там валюта, какая-то уважение. В игре есть интересная такая система тьмы. То есть, со временем в душе девочки может накапливаться тьма. Да, откуда она вообще появляется? Например, папа на нас ругается. Ну, кто же любит, когда на него ругаются, да? Ну, некоторые любят, когда на них ругаются. Ну, здесь копится тьма, да. Например, кто-то подарил ей подарок, и она высказала какое-то негативное отношение к подарку или к этому человеку. Вот тоже копится тьма. Все это приводит, Виталий говорил, к негативным концовкам. Где наша принцесса? Танцовщицей в клубе работает. Все, хочет папочке что-то доказать. Может быть, и такая концовка есть. То есть, избавляться от тьмы тоже можно. Если вы хотите нормальную какую-то концовку, или нейтральную, или хорошую, или очень хорошую, вы ходите в церковь, там за определенное количество монеток можно избавляться от тьмы. То есть, отмолить грешки, так сказать. В начале определенного месяца у нас фактически есть какой-то один активный день, а после этого девочка вот эти четыре недели занимается чисто учебой. Мы выбираем ей курсы, назначаем, проходит быстро время, и показывается, насколько выросли ее характеристики за вот этот конкретный месяц. Когда Розе исполняется 18 лет, игра полностью подводит итоги. Да, я, кстати, думал, что игра продолжится. Она не про... А нет, я думаю, 18 лет продолжится. Это же самое интересное начинается. Но она же может все-таки замуж выйти и пораньше. Там все-таки у азиатов у них можно как-то и пораньше, да? Наверное. Да. И игра выдаст вам какую-то концовку на основании всех ваших игровых решений, всех характеристик, которых вы получили. Вы получите такой список в конце. Нет, ну, в принципе, логично. В средневековом королевстве жизнь женщины в 18 лет заканчивается. Это уже немножко... Дальше что, только детей рожать, и все. Некоторые уже нарожали к этому возрасту, но здесь, к сожалению, такого нет. И вот это первое прохождение, оно, скорее всего, для вас будет ознакомительным. То есть, первое прохождение – это только начало длинного пути. В игре, я уже говорил, 58 концовок. Может, вы не захотите все 58 брать, но, тем не менее, вы будете просто знать механики и решать, как действовать вообще вам дальше. У меня первое прохождение заняло порядка 10 часов. Вообще, цель в таких играх – это вот именно сбор концовок, как можно большего количества. Это не игры на 10 часов. То есть, садитесь и играйте, пока не получите свои 58 концовок, да? И не сметь отходить от компьютера. И огромное количество ачивок достижений. 230 достижений. Я за первое прохождение взял 50 с чем-то. То есть, там непаханное поле. В игре, я уже говорил, много текста, он на английском. И говорят, что перевод сделан вообще не идеально. Пишут люди, что, наверное, переводили каким-нибудь, типа, Google Translate или чем-то таким. Поэтому текст есть с ошибками. Скажу так, что если вы знаете английский где-то на уровне школы, такой базовый английский, ну, практически все в игре вы поймете. Повествование более-менее такое сносное, интересное. Ну, не ждите там каких-то прям супер откровений. Поэтому в какой-то момент, скорее всего, для вас прохождение превратится в кликер. Будете прощелкивать вот эти фразы, потому что во многом они банальные, как дела, куда ты пошла, что ты там делала, давай с тобой куда-то сходим. В общем, такое. Но приятно, что не будет каких-то моментов, где ты сможешь застрять. То есть, все проходится, даже если вы чего-то не поняли, игра вполне проходится, по характеристике нормально повышается. Давайте какой-то подводить такой общий итог. Эта игра может быть открытием для вас какого-то нового жанра, который вы никогда не пробовали. Индустрия насыщена вот этими жестокими играми. Здесь такая милота, доброта. Здесь очень красивые персонажи. Здесь такая приятненькая музыка. Здесь можно расслабиться, просто посидеть. Игра вполне себе может тебя заинтересовать. В какой-то момент она, я почувствовал, что она проседает для меня. Мне стало где-то в какой-то момент скучновато, потому что многие активности, они зацикливаются, они повторяются. Ты делаешь каждый день одно и то же. Особенно, если качаешь какие-то одни и те же характеристики. Подходишь к одним и тем же людям, к этим личностям внутриигровым. Поэтому что-то само себя напоминающее все время будет по циклу. В принципе, в жизни так же происходит. Вы каждый день делаете одни и те же вещи в игре тоже. Но многие девушки в основном говорят, что игра у них даже вызывает слезы. Потому что вот эти разговоры, они бывают настолько милые, такое есть противное слово, няшные, что прям слезу пробивают. Когда она с отцом общается на тему того, какой была ее мама, насколько она была близкой, почему она ее потеряла. Какие-то вот такие моменты могут вызвать какую-то дрожь, может быть, там сердце немножко так заикается. Здесь именно игра такая добрая. Она для тех людей, которые не хотят вот этой вот жестокости, которые навалом в этих играх. Это немножко что-то другое. Попробовать и не исключено, что оно вам понравится в принципе. Потому что я скажу так, это абсолютно не мой жанр. Это не моя игра была. Я садился за нее. Ну, работа, работа. Вот, сделаю, как бы пройду, сделаю обзор. Нет, на самом деле в какой-то момент она меня немножко зацепила. И не просто так я сел за второе прохождение. Я, конечно, не прошел. Начал смотреть просто в общем, в целом, как можно вести дальнейшую вот игру после того, как я прошел первый раз. И это был такой, ну, наверное, интересный опыт, который вообще как бы не для всех. Это такая местечковая игра. Они там за три дня продали 150 тысяч копий. Ну, она одно время была популярна. На пике было 30 тысяч игроков. И многие говорят, да, там одни азиаты сидят. Нифига, у такого жанра игр куча поклонников на Западе. У нас, я не знаю, ну, есть, конечно, какие-то любители. Поэтому попробовать в принципе можно, если вы немножечко знаете английский. Среди того, что мне не очень понравилось, но это скорее такие придирки, как обычно у меня. Здесь нет какой-то системы, которая бы помогала мне получить альтернативные концовки. Теоретически я могу получить одну и ту же концовку, не буду знать об этом. Но скорее всего, если я буду качать разные характеристики, то да. Откуда берутся эти 58 концовок, я понятия не имею. То есть буду проходить, могу нарваться на одинаковую. Здесь много повторений, я уже говорил, одного и того же. Здесь много пустого текста, который вы будете, скорее всего, прокликивать. И игра, с моей точки зрения, очень затянута. В 5 часов можно было уложиться и добывать вот эти новые концовки, возвращаться к ней. 10 часов это очень-очень для нее много. Впечатление от икры положительное. Рекомендую ее, конечно же, не всем, далеко не всем. Небольшой кучки, наверное, наших зрителей, которые захотят, да, ну, захотят что-то необычное попробовать. Ну, и особенно, конечно же, девушкам, наверное. Чтобы взглянуть на себя немножко по-другому, немножко со стороны. Как жаль, что аудитория этого канала 97% мужиков и 3% девушек. И сколько хочешь процентов этих девушек? Ради кого ты все это проходил? Ну, вот ради 0,1% девушек, которые у нас есть. Я просто помню, когда на стриме проходил Вулкана Принцесс, там люди в чате, во что ты играешь, что за херня, давай поменяем. Я думаю, что примерно такие же комментарии будут и под этим же обзором. Во что вы играете, зачем это надо? Нет, купили, это проданный обзор, китайцы нам заплатили. Ну, больше ни о ком, у вас остались только одни китайцы. Нет, дорогие друзья, если вы хотите милую, яркую, хорошую, добрую игру, то, пожалуйста, попробуйте обязательно на английском языке. Но английский здесь очень простой. То есть, если вы знаете английский язык, тогда вы нормально будете играть в эту игру с большим комфортом. Она дешевая. В российском Steam она стоит 420 рублей. И открыть для себя такой маленький новый жанр, почему бы и нет? Многие люди говорят, ой, у меня игровая потенция, я больше ни во что не могу играть, ничто мне больше не приносит удовольствия. Поменяйте жанр. Иногда просто достаточно поменять жанр, чтобы начать разбираться в чем-то другом. Многие игры становятся, к сожалению, очень предсказуемыми и из-за этого не вызывают никакого интереса. Какую бы ты игру не запускал с каким угодно новым названием, ты знаешь, что ты там будешь делать и как ты это будешь делать. Здесь же, когда я начал играть, я вообще не понял, во что я играю, что это, зачем, да. Но мне было приятно. И вот как оказывается, у Димы тоже сложились похожие ощущения. Так что жанр графических новелл почему бы и нет? Тем более, если это симулятор свидания с дочерью. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ну а при омега громаднейшую благодарность мы, как всегда, высказываем нашим спонсорам. Подписывайтесь на нас на Boosty, спонсору или напрямую через ютубчик. Все ссылочки в описании. И пока. Жаль, что эту игру делали китайцы с их цензурой, моральными качествами. Вот, боязнью заглянуть вглубь декольте и, в принципе, его прорисовать. Я вас уверяю, иначе бы это был хентай, если бы это делали японцы. Японцы это ребята без тормозов. Они, что называется, что в голове вскакивает, то они и реализуют. А папа в конце бы еще тентакли отрастил. Ну так, на всякий случай, вдруг пригодится в воспитании дочери. Хентай вообще смотрел хоть раз? Ну, видел пару. Есть такой осторожник. Черную Библию. Осторожники хентай. Есть прям вообще по жести. А есть такие фантазии, которые ты не понимаешь, как это цензура. Там вообще в Японии есть цензура? В Японии кто-нибудь это контролирует? Там же такие отморозки. Квадратиками обычно замазывают. Или это не в аниме, да? Нет, то что там они квадратиками, там, да ты понимаешь, эти сиськи-письки, кому не пофиг. Там главное вот это, как это событийно разворачивается. У них же там постоянно сюжет. И сюжет такой, давайте еще какой-нибудь жести нагоним. Для того, чтобы это было уже настолько странно, чтобы даже ребята с Порнхаба сказали, ну, вы знаете, мы, конечно, извращенцы, но не до такой же степени. Нет, ну, игра совершенно не про это. Она такая добрая, семейные ценности, это совсем не про то. Просто я настолько испорчен Стимом, ну, и прочими вот этими играми, которые в Стиме появляются, что когда ты видишь игру, в которой отец воспитывает свою дочь, ты такой, все понятно, все понятно. Я уже играл в игру, где эльфийка гуляет по лесу с орками. И там эти орки, ее чем угодно, только не дубинками, точнее, дубинками да не теми воспитывают. Да, да, да. Ну, странно, что игра в Стиме пошла, а не вот в Epic Games Store каком-нибудь, да? Ну, нет, в Epic Games Store... Там все прилично. Не, ну, в Стиме-то китайцы дружат со Стимом, а EGS в Китае есть? Я вот, кстати, не знаю, хотя у Tencent, хотя у Tencent, наверное, свой магазин, мол, Тим Суини, куда ты лезешь, блин, со своим ларьком? У тебя даже корзины нет, ну, вот с некоторых пор есть, и кому не пофиг. Кстати, EGS, он появился в каком-нибудь, в 18-м году, 19-е, 20-е, 21-е, 22-е, 23-е, 5 лет. А вот и ныне там. Ну, ладно, раз, два, три. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.